На молочной ферме в деревне Новые Чебенки Зианчуринского района большое пополнение. Прямо из Европы сюда прибыла первая партия племенного скота. 471 буренка галштинов рисской породы. Животные уже освоились на новом месте и демонстрируют хороший аппетит. По словам специалистов, породу отличают высокие надои, устойчивость к климатическим условиям, быстрая акклиматизация, высокая сопротивляемость болезням и спокойный нрав. Проектная мощность этого комплекса – 1280 голов коров. На сегодняшний день здесь построено помещение, где можно размещать 800 голов. В планах у нас на 2019 год строить второй корпус, чтобы выйти на проектную мощность. Первые отелы у нас начнутся во второй декаде января. Основная масса будет у нас телиться в мае, в июне. И в начале июня уже у нас 100% все завезенные теля уже будут доиться. А ведь еще недавно хозяйство в Зянчуринском районе находилось в запустении. Все изменилось с приходом крупного инвестора. В 2017-м ферма перешла во владение агрохолдинга А7Агро. На закупку племенных нетелей высокопродуктивные галштино-фрисской породы компания инвестировала более 73 миллионов рублей. Данный комплекс больше трех лет стоял без животных. Это итог банкротства в Зерганске МТС. Сегодня у нас инвестор приобрел это имущество, отремонтировал до конца, поменял оборудование и завез из Европы скот то, что необходимо, заполнилось. И мы очень надеемся, что весной выйдут на достроительство этого животного комплекса. Кроме того, здесь учитывая то, что ограничены земельные ресурсы именно по кормам, вокруг инвестор расставил поливные поля, то есть орошение. Здесь в первую очередь будут заготавливаться правильные корма. Соответственно, три укоса можно будет сделать. То есть вот эти вот небольшое количество вокруг земель полностью будут удовлетворять данный животного комплекса. Подбором и адаптацией коров на ферме «Новые чебенки» занимался приглашенный иностранный специалист. Знающий особенности галштинов риской породы. Кроме того, все сотрудники прошли мастер-классы по уходу за животными. Обычно российско-европейские показатели надоев этой породы составляют 7,5-8 тысяч литров в год с одной коровы. В компании «Аси-Магра» планируют увеличить эту цифру до 10-12 тысяч литров. Условия в коровниках отвечают самым современным требованиям, говорят на предприятии. Функциональная вентиляция, встроенные в полстоки, правильное освещение и отсутствие сквозняков. Все для того, чтобы буренки чувствовали себя комфортно. Молоко, производимое на ферме в «Новых чебенках» в экологически чистом районе республики, будет поставляться на собственный завод для выпуска новой молочной линейки – особенный продукт. Уже скоро жители Башкортостана смогут попробовать его на вкус. Сырое молоко, которое поступает на комбинат из разных хозяйств агрохолдинга, проходит тщательную лабораторную проверку. Некачественное сырье просто исключено, говорят здесь. Молоко, которое поступает к нам от хозяйств, мы его сортируем на качество, сделаем анализы жир, кислотность, плотность. У нас есть первый сорт, высший сорт. Несортовое молоко у нас не принимается. Десять лет назад на предприятии провели полную модернизацию оборудования. Это позволило принимать и перерабатывать до 300 тонн молока в сутки. Уникальная рецептура и самые передовые технологии. Все производственные процессы максимально автоматизированы. Сегодня комбинат выпускает продукцию трех брендов. Хорошо знакомые потребителям летней луки и оренбуржья, а также новую молочную линейку «Особенный продукт», который отвечает запросам самых требовательных покупателей. От упаковки до сырья. Оборудование у нас установлено и подобрано именно такое, на котором можно производить только натуральную продукцию, только из натурального сырья. Вырабатывается как молочная продукция, так же и кисломолочная продукция. Плюс еще вырабатывается масло тресьянское и творога. Творога выпускается у нас двумя способами. Это традиционным способом, где сквашивание, заквашивание, отваривание, охлаждение, прессование происходит в ваннах. И методом кван, где получается мягкий творожок, из которого мы вырабатываем сырки гладировочные и массы сырковые. А это уже цех мясопереработки агрохолдинга «А7Агро». Вся выпускаемая продукция из мяса собственного производства, поэтому в его качестве здесь уверены. Современное оборудование позволяет изготавливать колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты самых разных видов и постоянно расширять товарную линейку. В нашем колбасном цехе мы выпускаем более 25 наименований колбасных изделий и полуфабрикатов. В ассортименте вареные колбасные изделия, сосиски, вареные копченые колбасы, полукопченые и пельмени. Также у нас есть домашние пельмени, это пельмени ручной лепки. Все сырье полностью идет под контролем нашего холдинга. То есть говядина наша, свинина наша. В качестве продукции мы уверены, так как мы осуществляем контроль от поля до прилавка. Мясная продукция под маркой «Особенный продукт» непременно придется по вкусу жителям Башкортостана, говорят на предприятии. Ведь в основе натуральное мясо и ничего лишнего. Еще одно направление агрохолдинга – производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Пекарня работает в круглосуточном режиме. В сутки здесь выпекают до 12 тысяч самых разных изделий. Свежая выпечка поступает в сотни магазинов. Хлебобулочную продукцию компании «Асия Магра» хорошо знают и любят покупатели, подчеркивают сотрудники. Работа наша происходит с душой, с хорошим настроением. Для того, чтобы был хлеб хороший и вкусный, необходимо относиться к нему на «вы». Оборудование у нас все новое. Печи у нас новые, расточный шкаф новый. Ну, стараемся. «Асия Магра» – предприятие полного цикла, работающее по принципу «от поля до прилавка», принципиальное условие которого – контроль качества на каждом этапе производства. Именно такой подход, говорят специалисты холдинга, позволяет обеспечивать потребителей натуральными и полезными продуктами, успешно развиваться, постоянно наращивать объемы производства и оставаться одним из лидеров в Приволжском федеральном округе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова